Ну что ж, мы продолжаем программу и сегодня в нашей группе во Вконтакте задали вам вопрос, какие привычки молодежи вы считаете наиболее пагубными, наиболее вредными. И давайте взглянем на результаты зрительского голосования. Итак, наибольшее количество зрителей, которые отдали свои голоса, проголосовали за варианты ответа курения вейпов. 52 процента. Да, чуть больше половины, между прочим, получается. Далее 41 процент зависания в телефоне, 39 процентов матерные слова в речи, 32 процента одежда не по сезону, но еще есть обсуждение. Но вот как раз вот этот вот вариант с вейпами, 52 процента зрителей считают, что это вредно. Давайте об этом мы поговорим со специалистом. И на связи с нашей студией Наталья Ревель-Муроз, заведующая отделением пульмонологии Челябинской областной клинической больницы. Наталья Петровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, все-таки курение вейпов это вредно? Да, наши респонденты правильно отметили эту проблему, говорят о том, что курение вейпов, оно все-таки опасно. Однако часть курильщиков считает, что курение электронных сигарет абсолютно безопасно, и это просто имитация курения. Но очень часто сейчас появляются публикации, проводятся исследования, которые говорят о том, что вред от курения электронных сигарет может быть сравним с вредом от курения обычных. Так как жидкость для курения вейпов содержит глицерин, пропиленгликоль, арктические добавки, никотин, и при нагревании образуются более 30 различных веществ, которые могут вызывать поражение как верхних, так и нижних дыхательных путей. Сам пропиленгликоль имеет свойство активно накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, раздражение, нарушение функции работы печени, почек, ароматизаторы, содержащиеся в жидкости, вызывают также поражение дыхательных путей. Но самое главное то, что вейперы могут подвергать себе риску развития такой смертельной болезни, как развитие облитерирующего бронфиолита. Это возникновение острой дыхательной недостаточности, и такой вывод сделали ученые, обнаружив токсичный химикат, гиацетил, более чем 2-3 ароматизаторов для курения. И это острое состояние, и впервые такие случаи стали появляться в 2012 году. Вы знаете, что активно публиковалось, что в 2019-2020 году целая эпидемия острых бронфиолитов была в Соединенных Штатах Америки, когда было госпитализировано более 2,5 тысячи человек, зафиксировано порядка 70 летальных исходов. И о том, что это действительно патологическое состояние, говорит о том, что курение, вейпов и эти состояния введены у нас в международную классификацию болезни, как экстренный код. То есть врачи признают действительно, что это вредно, и даже есть свой код в классификации болезни, вызванный курением именно электронных сигарет. А вреден ли пар для пассивных курильщиков? Для пассивных курильщиков, ну, я скажу, что, конечно, в дыхании обычного, с чистого горного воздуха гораздо полезнее. Ну, конечно. Да, понятно, любые испарения, любой пар, он вреден, и исследования активно ведутся. Но то, что обубликовано, говорит о том, что те, которые подвергаются пассивному воздействию электронных сигарет, два раза чаще страдают заболеваниями дыхательных путей. У них чаще бывает, сейчас очень много говорится о поражении глаз, как у тех, кто контактирует с курильщиками, так и у самих курильщиков. То есть верхние, нижние дыхательные пути, глаза. Ну, а длительное использование, конечно, может приводить к более серьезным состояниям, вплоть до развития онкологических заболеваний. Наталья Петровна, вот самое главное, почему люди переходят на пар, они думают, что тогда они смогут вообще, в принципе, избавиться от привычки курения. Что курение вредно, да. Да, это вообще возможно или нет? Курение там же существует две зависимости. Имеется физическая зависимость от никотина и имеется психологическая зависимость. То есть сам факт курения, таким образом люди от психологической зависимости не избавляются. Но и также продолжают вдыхать себе вот эти вещества. Пар же это очень мелкодисперсное вещество. Оно проникает гораздо глубже, чем пар от обычных сигарет, до мельчайших, мы говорим, бронхов, вызывая бронхиолиты. Курильщикам следует помнить, что курение парящих вот этих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. И также может вызывать все заболевания и состояния. Плюс еще острая дыхательная недостаточность. И поэтому, конечно, это не является альтернативой курения. И уже накоплен достаточный опыт мирового сообщества, который говорит о том, что не полезно. И наше, я думаю, большинство наших слушателей это понимает, это прекрасно видно. А вот почему, если действительно даже, скорее всего, даже вреднее курить вейп, чем обычные сигареты, почему это у нас на законодательном уровне до сих пор, на ваш взгляд, не запрещено? Ну, я думаю, все это дело будущего. Раз об этом говорится, активно говорят средства массовой информации, то активно медицинское сообщество за это ратует и обычные жители. Я думаю, что все придет к тому, что и, возможно, будет запрещено курение электронных сигарет, по крайней мере, в общественных местах. Ну что ж, спасибо вам большое за... Ну вот действительно, очень важная информация сейчас прозвучала для многих, кто, может быть, еще какие-то иллюзии испытывает на тему вейпов. С нами на связи была Наталья Ревель-Муроз, заведующая отделением пульмонологии Челябинской областной клинической больницы.